Всем привет! До периода размножения осталось месяц с небольшим. И вот сегодняшнее видео будет посвящено кормлению канареек витаминами и кормами, чтобы у них в период размножения все было благополучно. Чтобы не было болтухов, не было задохликов. Птенцы были хорошие, здоровые и полноценные. Сейчас я вам покажу, что допустим я даю сегодня. Вот перед нами пророщенная пшеница. Вот столько я наложил в кормушечку для вот этих канареек, что в вольере их там примерно штук 10-15 сидит. Ну я думаю этого будет достаточно. Сейчас чуть можно добавить. Много тоже сильно не надо, чтобы не запоносили. Вот так немножко. И в плане этой пшенички можно даже через день давать. Каждый день тоже нежелательно. Обратите внимание, чтобы проростки были не слишком длинные. Вот здесь у меня уже как бы надо, чтобы сегодня все это съелось. Сейчас всем раздам. До завтра она еще больше отрастет. Можно, чуть меньше можно. Больше нежелательно. Вот как бы не больше этого. Вот так выглядит пророщенная пшеница. Значит, вот этот корм пророщенная пшеница, она очень полезная. В ней очень много содержится микроэлементов, витаминов. И канарейки от нее только хорошеют. И затем своим здоровым видом, состоянием радуют своих хозяев. не забывайте подписываться на мой канал. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым. Значит, еще хочу сказать. Пшеницу перед тем, как скормить канарейкам, надо промыть. А готовится она следующим образом. Заливаем пшеницу. Вот, чтобы она полностью покрылась в воде. Стоит она ночь. Затем утром воду сливаем. Ставим в теплое место. Ну, допустим, если вы живете в квартире, то там везде тепло. Пусть стоит. Накрываем плотной тряпкой. Можно тряпку немножко смочить. Стоит она опять день, ночь. На следующее утро день, даже можно на ночь опять залить воды. Все это дело промыть. Воду слить, чтобы опять без воды она стояла. Тем самым вы ее немножко увлажните. Опять накрыть тряпочкой и пусть стоит ночь. Утром посмотрите. Если ваша пшеница наклюнулась достаточным образом, то можно скармливать птицам. Если не особо наклюнулась, пусть еще стоит под тряпочкой. Тряпочку можно тоже увлажнить. И не забывайте, перед тем, как скормить пшеницу пророщенную канарейкам, пшеничку надо промыть водой. Можно даже два раза промыть водой. Это делается тоже просто. Заливаем водой эти проростки, мешаем, все это дело мешаем. Потом сито или дуршлаг все это сливаем, воду сцеживаем, обратно высыпаем и раздаем канарейкам. В общем, в принципе, все просто. Главное, обязательно, чтобы она перед кормлением была промытая. Канарейки потихоньку спускаются на корм. Боятся они моего телефона. Мне пришлось подальше встать. Пока канарейки набираются спелости, покажу вам вот. Каждое утро я кормлю своих птиц, окошко открываю, то есть проветриваю. Независимо от погоды, там ветер, или солнышко, морозное, или жарко. Каждое зимнее утро я открываю окно, здесь проветриваю. Ну, я нахожусь здесь примерно минут 20-30, тем самым все это дело проветривается. Вот одна канарейка сидела. Вот видите, тут по центру я поставил кормушку с пшеницей. Боятся. канарейки мои не особо голодные, видите? или может бояться, но скорее всего не особо голодные. В общем, в течение дня они всю эту пшеницу съедят, оставят от нее только отруби шоушки. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и рекомендовать своим друзьям и знакомым птицеводам. До скорой встречи на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok